Все, что написано в нашей святой Торе, актуально на все времена. И чем больше ты ее учишь, тем больше в этом убеждайся. Но есть отрывки, есть заповеди, есть принципы, которые именно в наши дни более актуальны, чем были когда-то. Они из вопросов теоретических становятся очень практическими. Именно в наши дни, когда историческая ситуация меняется, и многие реалии жизни меняются, именно в наши дни это то, что было когда-то просто теорией становится практикой. Вот один красноречивый тому пример. В Торе, в книге Дворим, в недельной главе Тице, мы читаем про заповедь Иша и Фат Тор, красивые пленницы. Давайте почитаем, что там написано. Когда ты выйдешь на войну на врага своего, и даст Всевышний Бог в твои руки, то есть даст тебе победу, и ты возьмешь пленников, и увидишь пленницу, женщину прекрасной видом, и пожелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены. Дальше Тора говорит, что ты приводишь ее в свой дом, она должна находиться у тебя дома не просто так, а она должна обрить волосы, она должна отрастить длинные ногти, она должна снять свое красивое платье, которое было до сих пор, и жить в твоем доме, и оплакивать отца и мать месяц, а только после этого ты можешь в этих дней начать с ней жить. Если ты не хочешь с ней жить после всего этого, то ты не имеешь права использовать ее как рабыню, а должен ее отпустить. За этим следует митцва другая, о том, что если у человека две жены, одна любимая, одна нелюбимая, и именно у нелюбимых сын первенницы, по закону Торы первенец имеет право на двойную долю в наследстве, человек не имеет права дать детям своей любимой жены на том основании, что он ее любит больше, если первенец на практике сын жены нелюбимый. Сразу же за этим следует другой отрывок, третий отрывок, который говорит о бен-сорер-ум-ре, то есть о сыном, который растет малолетним преступником, и из него грозит выразить настоящий уголовник, настоящий чудовище, настоящий преступник, что с таким делать? Это соседство. Почему это соседство? Говорит о мраше, что это соседство этих трех заповедей не случайно. Тора не желает, чтобы человек женился на такой женщине, на женщине, которую он увидел в состоянии войны где-то там, на нееврейской женщине, но тем не менее здесь Тора вынужден сделать человеку уступку, и ему это разрешить, потому что если ты ему это не разрешишь, он сделает запрет, и все равно такой возьмет, если он очень это желает. Но Тора предупреждает, что если ты на такой женишься, в результате счастья в таком браке не будет, и будет нелюбимая жена. Отсюда второе место о том, что может быть жена нелюбимая, которая имеет права на права в твоем доме больше, чем любимая. Если ты с такой имеешь дело, если ты на такой женишься, то вполне возможно, что и с детьми тоже не будет благословения, и вырастет в своей семье то, что ты хочешь. То, что, как евреи говорят, нахас, хенкиндер, счастья в детях у тебя не будет. Это смысл этого соседства, этих трех митцвотов. Давайте по порядку. Значит, если человек настаивает, и он хочет такую женщину, и он ее схватил и привел в себе, и хочет с такой жить, хочет с такой жениться, Тора вынуждена сделать ему уступку и разрешить им. Но что она ему говорит? Есть определенный подготовительный период. Она должна сидеть в твоем доме, именно в твоем доме, для того, чтобы ты ее видел в состоянии траура, в состоянии необычном, и видел, что дочери твоего народа радуются, и в рейке радуются, есть победа, и все хорошо, а она вот оплакивает для того, чтобы, для того, что, может быть, Тора не захочется. Тора заповедует, чтобы она поменяла платье, на красивое, на платье скорби, на что-то траурное, чтобы она специально обрила свои волосы, чтобы она специально отрастила свои ногти, все, что лишает ее внешней красоты. Потому что многие увлечения связаны именно с внешним элементом. Кроме того, Раша пишет, что когда-то, во всяком случае, у народа в мире было признато, что в состоянии войны многие женщины искали, что называется, себе приключения, поэтому специально наряжались, и специально выставляли себя на ПК с поиском приключений. Поэтому и произошел этот момент, что наш еврейский солдат в момент войны увидел такую женщину и выжилал ее. Он не хочет, чтобы ты на такой женился, но вынужден тебя разрешить, поэтому она заповедует, что она жила у тебя в доме, и лишает ее внешней красоты, для того, чтобы ты целый месяц раздумал. После этого месяца происходит следующее, или действительно, несмотря на все эти меры, ты действительно хочешь с ней жить. И тогда она делает гиур, и евреи на ней женятся, или он, так сказать, понимает, что с такой, такой он больше не хочет, и он должен ее отпустить, не имеет права использовать, как рабыню, как все остальные пленники, которые он время войны захватил. Мы видим, что Тора здесь настаивает на том, что для того, чтобы проверить искренность чувств человека, очень важный принцип – это внешний принцип. Посмотреть на женщину без ее внешнего блеска, без ее внешней красоты. В связи с этим вспоминается очень-очень хорошая история. Все евреи, которые родом из района запада Украины, Закарпатья, Буковины, то есть территории, которая попала в состав Советского Союза сравнительно позже, перед Великой Отечественной войной. И поэтому еврейство там сохранилось несколько лучше, чем в других местах. Люди старшего поколения почти все не помнят царя, который жил в тех местах Ревница Реве. Реве из Ревницы. Ревница – это небольшой городочек в Молдавии. Ревница Реве был большой праведник, чудотворец, с личностью, которая связана много удивительных историй. Вот эту историю про нее рассказывает Мордыха Лексенбург, отец известного писателя Эля Лексенбурга. Есть такая книга, называется «Созвездие Мордыха», и эту историю прочитал там. Эту историю он был свидетелем сам. Тогда, когда из Советского Союза стали выпускать, и была возможность покинуть страну по коммунизму, некая еврейская семья из тех мест подала просьбу и получила разрешение, в принципе, могла уезжать. Но у них случилась настоящая беда. Сын этой семьи полюбил нееврейку, нееврейскую девушку, и поэтому во-первых, сам отказался уезжать, во-вторых, он, в принципе, задерживал всех остальных. Никакие уговоры не помогали. И отец, не зная, что делать, приехал к садику, приезжал к ревнецам, и сказал, ревне, помогите. Ревне сказал, давай, я попытаюсь с ним поговорить. Он привез сына. Сын сказал, мы любим друг друга, я хочу на ней жениться, ну и что же, она не еврейка, а вот у нас любовь, я люблю ее, она любит меня, и мы обязательно пошенимся, и никуда я не уезжать не хочу. В ответ Ревне Сыребе рассказал ей вот этот отрывок истории. Ди Тора говорит о том, что увлечение женщиной, красивой пленницей, женщиной прекрасного вида, ифатор, часто бывает увлечение внешнее, и для того, чтобы попытаться все-таки спасить положение, она заповедует лишить эту женщину внешней красоты, чтобы она была не в красивом, элегантном платье, а в одежде скорби, чтобы она была с обрытыми волосами, что она была с некрасивыми ногтями, чтобы она оплакивала своих родных, и эта разница вращалась между тем, как ведут себя еврейки, у которых праздник в связи с победой, и как ведет себя. Она для того, чтобы это дало экзамен, действительно ли, действительно ли, действительно ли, действительно ли ты так еще ее любишь, или ты любишь просто внешние факты, которые и ложные. Все это рыбница Рэбе сказала парню, парень сказал, нет, мы любим друг друга, разумеется, это не ложное. Рэбе ничего не осталось, как я сказал, пора спрашиваться с ним. Сразу после этого случилась автомобильная катастрофа, и девушка попала в катастрофу, там был пожар, девушка сильно обгорела, в результате она попала в больницу. Парень действительно был к ней привязан, он преданно за ней ухаживал, часами проводил возле ее кровати в больнице, он ее посещал, он разговаривает с лучами, он делал все, что можно для того, чтобы его девушка выздоровела. И поправилась. Ну и действительно, за определенное время так и произошло, ожоги прошли, и все вернулось в нормальное состояние. Но очевидно, увидев свою любимую девушку без внешней красоты, когда кожа обгорела, когда нет волос, и так далее, это охладило его пыль, потому что сразу после этого отношения стали прохладнее, прохладнее, и через какое-то время они расстались. эта история сказывает Мордехай Лекси Пурго, это книги со звездами Мордехая, это хороший экзамен всем тем явлениям, которые сегодня приняты над любовью. действительно ли это любовь, или это просто внешние увлечения, которые связаны с очень поверхностными внешними факторами. Каждый может проверить себя. Как? Если представить себя, что может быть и подруг. Давайте мы идем дальше. Второй отрывок соседствующий говорит о чем? говорит о том, что у человека две жены, любимые и нелюбимые, и если сын нелюбимой жены первенец, человек не может по своему желанию дать предпочтение детям жены, которые любят больше, и обделить первенца. Он должен дать все первенцу так, как есть. Случайно ли это, что и что здесь тоже говорит о том, что первенец он нелюбимой жены? Говорит у Рухаим не случайно. Это не случайно. Всевышний говорит у Рухаим всегда в первую очередь отвечает на молитву тех, у кого на сердце тяжело, кто обделен, у кого сломленное сердце. Пример этого Рухаим мы можем видеть в Торе в книге Берешит. У Якова, вы помните, было две жены? Рахель и Лея. Рахель Яков любил гораздо больше, чем Лея. Лея чувствовала себя в положении нелюбимой жены. Ну, и в результате, что мы с вами знаем, что большая часть детей, которых Яков был, и 12 его сыновей были детьми Леи, а не детьми Рахель. Всевышний в первую очередь отвечает именно на молитву тех, у кого сломленное сердце, кто нелюбим, кто презираем, кто чувствует себя приниженным и обиженным. Сломленное сердце дает человеку возможность молиться искренне и понимать, что нет кого ждать улучшения в своем положении только от Всевышнего. Когда человек молится так, его молитва принимается в первую очередь. Поэтому не случайно, что именно Лея и ее молитва была принята в первую очередь, и не случайно, говорит, что именно здесь, в нашей ситуации, у нелюбимой жены, у нее сын первенец, то есть она преуспела больше, чем жена любимая. Это один из законов того, как Всевышний управляет этим миром, который нам Всевышний здесь преподает. Это митва и фат Тор, она безусловно митва удивительна. В Торе есть 365 запретов. И мы не находим ни один запрет, который Тор сама говорит, что имеет этот запрет, но делать нечего, нужно и разрешить, потому если не разрешить, человек нарушит. Он не сможет устоять против своего дурного увлечения. Кроме этого места. Это единственное место, где человеку дается такая уступка. Сама по себе удивительная вещь. В состоянии войны, в состоянии необычном, в состоянии, когда нервы на пределе, когда вокруг опасность, если человек видит такую женщину, не уступить ему невозможно. Это единственное исключение всех запретов, которые Тора делает. Как эта митва должна выглядеть конкретно? то есть, что конкретно должно происходить, в чем состоит уступка ЕЦРА? Сыступка злого начала человека. Вся эта митва подробно разбирается в Талмуде, в Тархтате Кедушин, ее различные аспекты, и в том, как наши комментаторы видят эту митву, есть интересный спор. Согласно Тосфута и согласно Рамбама, так Рамбам в качестве Аллахи, митва это выглядит следующим образом. Наш с вами еврейский солдат, увидев эту женщину, если в нее возгорело желание, Тора разрешает ему войти к ней сразу же, сразу же, он не может это сделать как животное просто на улице, он должен более-менее это сделать в нормальных человеческих условиях, он должен в каком-то помещении, но так или иначе, если он желает, он может войти к ней сразу же, а дальше, если пыл его не охладил, и он хочет на ней жениться, хотя Тор ему очень не советует это делать, он проводит ее в свой дом по окончании войны, она живет у нее дома, и происходит все то, что мы здесь описываем, все то, что Тор описывает. согласно согласно раше, согласно раше, нашему воину, который пожелал эту женщину, нет позволения войти к ней сию минуту, а если он ее желает и хочет с ней жить, он должен дождаться конца войны, должен привезти ее домой, и после того, что пройдет весь этот месяц проверок ее настоящей красоты, его желания, и он на ней женится, она делает Юрина, и он на ней женится, тогда, тогда, собственно, и исполняется его желание. Так понимает раше. Анализируя его мнение, сам же то, что задает простой вопрос, где же вступка ЕСРА, где же вступка ЕСРА, где же вступка слова начала человека, человек пожелал эту женщину, ему говорят, ну хорошо, пройдет определенное время, женяся, получишь, где же вступка ЕСРА, мы же с вами все знаем, что, в принципе, когда человек владевает какое-то сильное желание, ему хочется сию же минуту и сейчас, а не когда-то, где же вступка ЕСРА, а вся суть этой миссии, что это единственная уступка злому начала человека, который Тора дает, сам же Раша пишет, во-первых, и в Талмуде, объясняет мнение Раша ТОСТ вот так, не похож человеку, который есть хлеб, на человека, которого нет хлеба, значит, это давно уже стало идиомой, стало такой пословицей, и поэтому давайте я объясню, что значит, что означает хлеб, который человек есть. В трактате Юма, который занят вопросами Йонг-Кипура, Мишна разбирает такую вещь. Как известно, об этом многие слышали, в Йонг-Кипур в храме была особая церемония жеребевки, когда Коэн, первый священник, делал жеребевку, и два совершенно одинаковых козла, один из них после жеребевки оказывался жертвой Всевышнего, а Дорго был так называемым козлом отпущения, первый священник произносил исповедь над этим козлом, и все грехи, которые еврейского народа были, как бы переходили на это козла, после чего человек, после чего человек, специальный человек по особому мостику уводил его из территории храма, уводил его из территории Шелаема, в пустыню, в определенное место, где была скала, именуемая Зазель, и с этой скалы он сбрасывал козла вниз. После этого ленточком пурпурно-красного цвета белело, что было знаком свыше, что грехи еврейского народа прощены. Талмуд поднимает вопрос, простой вопрос в трактате Йома, но ведь это пост, к Йомке пур, кто помнит, это пост, это тяжелый пост, иногда очень жарко, человек идет вместе с этим козлом один в пустыню, в безлюдную пустыню, на определенное расстояние, расстояние немаленькое, в принципе. Это путешествие занимает у него время, но это страшно и жутко и тяжело. Чтобы ему как-то помочь, была предусмотрена система остановок, то есть, идя по заранее установленному маршруту, человек с этим козлом проходил мимо остановки, на этой остановке находилась палатка, в палатке находились люди, которые выходили и встречали человека и говорили ему, вот тут есть тень, тут есть еда и питье, если ты устал и чувствуешь жажду, не можешь теперь, зайди подкрепить, утолить свою жажду и иди дальше. Потом была одна остановка, вторая остановка, третья, только так было несколько остановок. И хотя, говорит, ни разу не было такого, чтобы человек нарушил святость Йон-Кипура и в Йон-Кипур захотел подкрепиться едой или питьем, но тем не менее такая возможность ему давалась. И наличие этих остановок облегчало ему жизнь, облегчало ему это путешествие. Значит, почему эти знаки включают, в результате он этим все равно не пользуется. Не похоже человеку, который есть в хлеб-корзине, на человеку, который нет в хлеб-корзине. Почему человеку тяжело? Почему человеку его одолевает желание, чувствует, что он не змогает, он не может. Если не уступить, он умирает. Потому что человек знает и чувствует, что нет возможности, что удалить его желание нет возможности. Но если в лимон момент узнает, что удалить его желание очень просто, тут рядом, прямо под боком есть еда и питье на здоровье, человеку становится легче, сила желания ослабевает, и в результате человек может спокойно продолжать свой путь. То же самое говорит Тосуд, объясняя мнение Раша по поводу нашей с вами своей красивой пленницы. Относится и здесь. что же это за уступка такая злому началу, если в результате согласно Раша все равно к этой женщине войти нельзя и все равно целая процедура пока наконец если вообще это состоится, он на ней женится. уступка ему запрещаешь и человек чувствует что он находится перед стеной и его одолевает сильное животное желание дурное влечение он чувствует что он сейчас разорвется и если ему это не разрешить. а если ты ему говоришь да пожалуйста хочешь пожалуйста на здоровье но позже это снимает всю стату желание и человек вполне может с этим человек с этим вполне может жить довольно долго то есть уступка злому началу здесь разрешает только то что в принципе это возможно и не обязательно разрешать человеку прямо сейчас и уже минуту набрасываться на эту женщину и удовлетворять свои желания то что ты ему говоришь пожалуйста но позже это вполне достаточно между прочим из этого мы с вами можем выучить и в нашей с вами жизни нередко мы все мы сталкиваемся с тем что мы знаем что так нельзя мы знаем что это неправильно мы знаем что надо бы по-другому но я очень хочу у меня нет сил я не могу устоять я когда это вижу я когда это слышу я когда это думаю все я не могу я раб я не могу с собой можно каждый у каждого в жизни свои испытания и каждый с этим встречается совершенно нередко каков совет совет дает нам здесь тоже ты хочешь скажи своему злому началу пожалуйста но позже позже чуть-чуть позже не сейчас пожалуйста ты хочешь я тебе дам но позже потом можно еще позже потом уже позже вот это вот тактика затягивания и откладывание она может ослабить ослабить злое начало настолько что вся старта желание пропадет и глядишь со временем человек действительно сумеет собраться силами и сбросить себя себя между между прочим между прочим надо сказать что ту же тактику применяет и наше злое начало по отношению к нам кто когда-то пытался провести эксперимент и решиться на какое-то хорошее доброе дело на какую-то мессу который обычный делал он сталкивается с тем что он встречается с сильнейшим сопротивлением внутри себя у него появляются всякие реальные выдуманные обстоятельства и вещи которые не дают ему сделать мессу не дают ему сделать доброе дело не дают ему решиться на то что он вроде бы решил и понимает что нужно один из любимых тактик нашего злого начала тоже лежит в этой области оттягивание у человека есть допустим человек предположим человек решился что он будет ходить на уроки тор или он будет ходить в синагогу на молитву или еще каждый на том уровне близости к действиям в котором человек находится у человека вдруг появляются всякие неотложенные дела и хочешь позже 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 и стратег оттягивается и переносится и переносится и переносится и конца этого не видно так работает наше злое начало так она водит нас за нос мы тоже можем ту же тактику применить но уже в другом в нашем с вами если в нас есть сильное желание Которое мы чувствуем, что мы не в состоянии поправить. Хотя понимаем, что допустить-то невозможно. Можно применить тактику хорошо, но позже. Чуть позже. Не сейчас, чуть позже. Эта тактика оттягивания, во-первых, позволяет, во-первых, позволяет перенести острый вопрос на потом, на потом. И это можно оттягивать сравнительно немало времени. Во-вторых, у этой тактики есть еще один момент. Он связан с тем, что если ты человек, если ты разрешаешь, если ты говоришь, да, хорошо, уже это само снимает остроту. То есть, ты увидишь, ну, ты ведь не мой момент, можешь себя разрешить, все, война закончилась. Война закончилась, пар вышел, и силы желания ослабевают. Святой Орахаим, так принято евреев называть эту книгу, Орахаим Акадош, Святой Орахаим, дает нам совсем другое понимание этой митцвы. Митцвы и Фатор. Его комментарии совершенно по-другому проливают свет на все, что здесь тоже нам говорит. Ну, прежде всего, нужно сказать, комментарий, любой комментарий, он таков, каков он есть, не потому, что его автор захотелось как-то сказать какое-то свое слово, объяснить как-то по-другому. Комментарии построены на том, что мы вынуждены так объяснить, потому что, иначе, есть вопросы, на которых нет ответа, и мы не понимаем то, что мы читаем, учим. В частности, Орахаим доказывает необходимость своего объяснения, который совершенно по-другому переворачивает всю картину, которую вам сейчас нарисовал. Он построил целую систему доказательств, и у меня нет возможности полностью вам ее посвятить, потому что для этого нужно войти в Сугию, в Талмуде, в трактатике Кедушин, который сегодня упомянул, где эта вещь подробно разбирается. Но все-таки, что называется на одной ноге, и система, и доказательств, например, это следующий вопрос. Как известно, по законам Торы, на войну идут только правильники, только царики. Есть известная митцва о том, что когда армия еврейская, в принципе, вступает на территорию врага, и в любой момент может начаться сквозь свадка, по заповеди Торы и Коин обращаются к армии и призывает целую категорию солдат покинуть строй. Один из них – это те, кто боятся. Чего боятся? Каких-то грехов. Талмуд, кстати, сюда называют, например, если человек заговорил в последней молитве в том месте, в котором не положено, это уже грех достаточно для того, чтобы покинуть армию. Потому что такой человек в своем присутствии, во-первых, подвергает себя опасности, во-вторых, подвергает опасности общее дело. Лучше, чтобы такого в армии не было, чтобы он занимался вспомогательными работами. Но, во всяком случае, в строю не было. То есть, что мы видим? Что в армии идут совершенные правильники. Евреи чистой душой. Между прочим, по-другому и быть не может. Ведь любая война – это суд. Когда взвешиваются заслуги и прегрешения обоих сторон, и на небесах решается, кому даровать победу. Кому дарует победу? Тот, кто ее заслуживает. И поэтому в этой связи непосредственно в войне, то есть на этом суде должны присутствовать и те, кто на этом суде могут отстоять. Между прочим, это вообще принципиальная разница, которая отличает Тору и еврейству от того, к чему мы привыкли из культуры других народов. У всех народов, в целом, профессиональные, военные, это, в большинстве случаи, люди не не в самом высоком моральном уровне. Это все эти дружинники, мушкетеры, рыцари, гусары, все в разных исторических рюнах, в разных народах называлось по-другому, но бедня это в целом одно и то же. Что это люди, живущие праздным образом жизни, умеющие только убивать и воевать, а в свободное время занимающиеся пьянством, развратом и драками друг с другом. И этих паразитов приходится содержать, потому что во время войны, без них обойтись невозможно. У евреев война выглядит совершенно по-другому. Согласно Тории. Война, любая война евреев, это война Всевышнего, это война связана с митцвой. И здесь важно праведность человека, здесь важен духовный уровень человека. Потому что от этого зависит, будет победа, не будет победы. Победы евреев никогда не были победой кулака, никогда не были победой грубой животной силы, а была победа чистоты и праведности. Поэтому на еврейскую войну идут только праведники. Если на войну идут только праведники. А перед схваткой, перед сражением, Коин специально обращается к людям и объясняет им, что они сейчас идут на войну Всевышнего, и значит сейчас должно быть время, максимальное напряжение, напряжение духовных сил человека. Это время величайшего взлета духовности человека. Величайшая стятость, и что Всевышний помог своей армии, армии Всевышнего, еврейской армии победить. В этой связи, как может возникнуть, спрашивают, а им что в момент, у величайших праведников, которые не позволили себе согрешить ни в чем, а если что-то когда-то было, сделали настоящую истинную чему, и люди, находящиеся в состоянии душевного подъема. Как может быть такое, что вдруг в этот момент у человека возникло совершенно животное, скотское желание, которое Тора должна ему разрешать? У Ирхайма есть еще доказательства, но объясняет он все это совершенно таким образом. Что такое Ифатор? По объяснению Ирхайма, Ифатор – это не женщина красивого вида, в прямом смысле этого слова. Кстати, Тамун говорит, что в этом мицва может состояться, и когда женщина уродлива. Это совершенно связано с ее внешней красотой. А термином Ифатор называется душа. Что имеется в виду? Ирхайм разворачивает нам целую систему. В результате греха Адама, первого человека, смешалось в мире добро и зло, святость и нечистота. И многие, 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 многие святые души, которые находились внутри Адама, попали в плен к нечистоте, в силу нечистоту. Нечистота паразитирует на святости. И наличие этих искр, святости, этих душ, и дает нечистоте к темным стране этого мира силы. И многие ошибки, которые сделаны в разных поколениях, разными людьми, тоже добавляют, добавляют потенциал святости, который падает в грязь и находится у них в плене. Одной из важнейших задач нашего народа, и это является основной причиной, почему наш народ находится в таком длинном галуте и проходит столько-столько изгнаний в этих разных народах, в разных странах, заключается в том, чтобы высвобождать этот потенциал святости, чтобы высвобождать эти души. Теперь, этот потенциал святости, эти души, высвобождается в целом двумя способами. Бывает, бывает, что душа святости, находящаяся внутри нечистоты, оказывается достаточно сильна. И, получив поддержку в виде евреев, которые рядом живут, а святость действия друг по отношению к другу по принципу магнита, одно тянется к другому, она получает силы, и она находит в себе внутренние силы перестроить весь внутренний мир человека, и в результате человек делает гиур. Одна из важнейших задач, для чего еврейский народ находится в изгнании среди народов мира, для того, чтобы к нему присоединились гирим, как говорит Талмуд, трактат и псахим. Есть величайшие души, которые пришли к нам невероятно вдалека. Это святые души, которые благодаря тому, что где-то находились евреи, что дало усиление их святости, нашли в себе силы, нашли в себе силы преодолеть себя, преодолеть весь внутренний мир человека, перестроить его, и выйти на свободу, так как появляется гирим, гиреправедный гирим, гирейцедр, который является украшением нашего народа. Но существует еще одна дорога, еще одна вещь, которая может произойти, говорит Турхайм. В Торе, в книге Берешит, мы читаем такой эпизод. Когда Яков поселился возле города Шхем, Хамор, сын Шхема, сын царя города, схватил Дину, дочь Якова, и изнасиловал ее. Дальше Тора нам рассказывает вещь, которая обычно произойти не может. Обычно, когда насильник получает свое, его страсть охладевает, и с каждым разом она с нас все слабее и слабее. Но здесь произошло все ровно, счет и наберут. Несмотря на то, что Хамор добился своего, он продолжал желать его, говорит там Тора, желать Дину, и силы его желаний было все больше и больше, привязывался к ней все больше и больше. И ради того, чтобы заслужить ее благосклонность, чтобы она посмотрела его в сторону, хотя она была полностью в власти, и он пользовался ей, как хотел, он был готов на любые жертвы. Вы знаете, он убедил, в принципе, во-первых, пошел на это сам, во-вторых, убедил весь свой город согласиться на условия сыновья Якова, и все, что там произошло. И привязалась его душа к душа Дине, сообщает нам Тора. Почему это произошло? Орхайм приводит, об этом написано в книгах учеников Аризаля, что внутри души Хамора находилась святая душа. Душа Таны Рабаханина Бентердиона. Значит, кто такой Рабаханина Бентердион? Мы встречаемся с ним в Талмуде в нескольких местах, но наиболее известно, и является он один из десяти величайших праведников, казненных римлянами. Значит, тот, кто участвует хотя бы немножко в молитве, знаешь, на Йон-Кипур, в молитве Мусаф, у нас есть особый отрывок, где мы читаем про десяти величайших праведников, которые зверски были казнены римлянами. Там был Рабя Кива, там был Рабя Ишмаэль. Один из них был Рабаханина Бентердион. И о том, что внутри души этого Хамора ей была душа Танны, Рабаханина Бентердиона, на Торе намекает сама, который, убеждая жителей города, Шхема согласится на условие сыновьякова, отец сына, то есть Хамора, Шхема говорят, «Эрец рахават едай лифнейну». Рахават едай, начальный буквы слов, Рабаханина Бентердион. Так почему Хамор так был привязан к Дине? Потому что внутри его личности, мерзавца и негодяя, находилась святая душа. Душа Рабаханина Бентердиона. Подобное тянется к подобности. Святость тянется, как по принципу магниток святости. В результате, в результате, в результате, она тянулась, и это перетягивало всю его личность, и он, наверное, сам не отдавался, что он в ней нашел, ведь он свое уже получил, но тем не менее, он очень хотел ее, хотел добиться ее любви и благосклонности, а не просто пользоваться ей, хотя не понимая сам почему. В результате того контакта, который между ними был, душа Тана Рабаханина Бентердиона, святого праведника, вышла на свободу, освободилась от святости. И хотя этот человек не родился в этом поколении, прошло много столетий, пока он родился, но тем не менее, эта душа высвободилась, и со временем сумела прийти в этот мир уже по решению Всевышнего, уже отдельно, и прожила жизнь, как Тана Рабаханина Бентердиона. На этом примере, Урхаи ему говорит, мы видим, что существует еще и другой способ освобождения искр святости. Это не через ги-юр, а тогда, когда душа эта святая, находящаяся внутри нечистоты, когда она не обладает достаточно силы, нет у нее силы перестроить личность человека, во всяком случае, и благодаря контакту со святостью евреи, она выходит на свободу. Ради этого Всевышний позволяет этому контакту состояться. Согласно этому второму способу, говорит Урхаи, и можно объяснить смысл этой митцвы, то, что здесь написано. Не может быть, чтобы праведник, человек, человек, который не допустил ни одного греха, человек, находящийся в состоянии величайшего душевного подъема, заслуживший победу Всевышнего, что называется, человеку перед глазами, который сверкает имя Всевышнего, юткей, вавкей. Не может быть, что такой человек, вдруг в нем поснулось животное желание, похоть. А если это произошло, и вдруг он выжелал эту женщину, то это потому, что Всевышний дал ему это желание. Почему дал ему это желание? Потому что в этой женщине есть и фатор. И фатор – это не описание прекрасного вида. Это описание прекрасной души, святой души, которая относится по природе, к корню души нашего еврея. И поэтому его задача ее высвободить. Освободить. Дальше может произойти две вещи. Или действительно, или действительно эта и фатор, эта святая душа окажется достаточно сильна, и она перестроит всю личность этой женщины, этой пленницы, и женщина действительно сделает настоящий гиур и станет полноценной частью нашего народа. Или это не произойдет. Но тот контакт, который между ними был, и то, что находилось среди евреев и общалось с этим воином, приведет к тому, что это и фатор, эта святая душа, как душа Ахрабиханина Бентриадиона высвободилась из личности Хамора, тоже выйдет на свободу. И исправление тикун, которое должно произойти, произойдет. ради этого Тори делает эту уступку, и в этом есть смысл тайной митцовой. Все это комментарии Урхайма на протяжении всех лет, всех поколений был, безусловно, чисто теоретическим. Уже много-много поколений мы не ведем таких войн, и это, в принципе, давно уже теория и теория, и объяснение Урхайма тоже теория. Но сегодня в наши дни эта вещь стала актуальной гораздо больше, чем когда-либо. Когда-то для еврея возможность быть женатой на нееврейке, как и наоборот, для нееврейской женщины, для еврейки быть женатой на нееврея была последней границей. Это было совершенно-совершенно недопустимо, и каждый это четко и ясно понимал. Когда-то еврейскому парню, который вдруг влюбился в нееврейскую девушку и хотел на ней жениться, объясняли, ты в состоянии взять самый святой и шейсеврей, сэфер Тура, бросить на пол и встоптать его ногами. Это то же самое, если ты на ней женишься. Знаменитый метраж его проводит в Балитуриум, рассказывает, что Авраам, который заслужил Всевышнего особой правой силы своей митцвы, Брит Мила, которую он получил, сидит у входа шатер, это не только было однажды, когда он сидел на третий день после своего обрезания, но это происходит и потом это происходит, Авраам имеет привилегию сидеть у входа в Гейном, и те, кто своей жизнью заслужил войти в Гейном, не дай Бог, Авраам сидит у входа, и если на евреи из его потомков есть знак союза, его митцвы, митцвы Авраама, на основании этого знака он не пускает человека в Гейном и человек получает освобождение. Только тот факт, что на человеке есть знак союза, союза образования, союза Авраама, дает ему привилегию быть освобожденным от нагазания Гейнома и туда не войти. Исключением является тот, кто нарушил этот союз. Как нарушил этот союз? Войдя к нееврейке. Так эти вещи воспринимали евреи на обрежении всех поколений. Сегодня мы, увы, живем в таких исторических условиях, что не по своей жене тысячи и тысячи семей оказались в таком состоянии. Женщина, еврейская женщина, обнаруживающая жена замужем за неевреем. Или наоборот, еврейский мужчина обнаруживает, что он женат на нееврейке, она мать его детей. И то, что когда-то была граница, которой перейти совершенно невозможно, сегодня все эти границы уже давным-давно переведены. И не по вине самих людей, в силу понятных исторических обстоятельств, которые объяснять мне здесь не нужно, все это знают и понимают. Тысячи и тысячи семей евреев находятся в такой ситуации. Является ли это катастрофой? Безусловно, является. Повод ли это для отчаяния, чтобы опустили сроки? Разумеется, нет. Каждый, кто оказался в такой ситуации, должен знать, что Тора, святая наша Тора, уже говорит об этом. Если Всевышний позволил, чтобы такой брак состоялся, и еврей оказался в браке с нееврейкой, или наоборот, еврейская женщина оказалась в браке с неевреем, это не случайно. Значит, в этом есть какой-то текун. Какой текун? Какое исправление? Вот это в тех рамках, о чем говорил нам во-первых, у очень многих, у очень многих пар, где один из супругов нееврей, есть колоссальный потенциал сделать гиев. И они действительно являются людьми, которые попали в семью и к еврею не случайно. И более того, нередко мы видим интересный факт, что неевреи, прощающие гиевы, они иногда гораздо более серьезно и относятся гораздо лучше, более серьезно к исполнению заповедей евреев, чем их еврейские супруги. Однажды мне делал треб, меня подвозил один еврей, он мне рассказал историю героя, который лично знает. Эта пара жила во Франции, он француз, она еврей, не тот другой об этом не знали, не задумывались. В конце концов, их отношения дошли до того, что они решили пожениться. Решили пожениться, есть родители, родители у него, родители у нее, но родителям надо сделать одолжение, все-таки свадьба. Давайте сделаем свадьбу. По религиозной традиции так все делают. Тут выяснилось, что он француз, и поэтому он и его родители хотят, что свадьба была в костеле, в католической церкви, а она еврейка, значит, в синагоге. Ну, это никаких проблем решила пара. Давайте сделать две церемонии, одна из них к синагоге, одна из них к церкви, какая разница. Вот с этим они пошли. Пошли в церковь, пошли в синагогу. Значит, что сказали в церковь, я не знаю, возможно, не в первой телесинагоге, но в синагоге им сказали, что так не годится, для того, чтобы заключить брак, для этого парень должен пройти такую церемонию принятия иудаизма под названием гиур. Ну, хорошо, какая проблема, в чем она состоит, я пройду вашу церемонию, сколько мне это придется, сказал парень, и все, какая проблема. То-то сказал, поговоря с ними, там ему сказали, что у нас во Франции гиур довольно долгий, это может затянуться на два-три года, наверняка не захочешь ждать. Поезжай в Израиль, в Израиль быстрее, там есть ульпан, который занимается гиуром, по идее, верю, что месяца за 10, 9, 10, до года, по идее, все будет поряд. Парень, было интересно, может быть, было интересно уехать в другую страну, в Ближний Восток, Израиль, он сказал, почему нет, и поехал. Парень поехал в Израиль и начал учиться в этом самом улыбание по Гиору. Они звонили друг к другу, писали письма. Прошел год, и парень сообщил девушке, что он, что Гиоран еще не сделал, там есть всякие, он еще не готов, ему нужно остаться еще. Задержался он в Израиле еще один год. В результате он был в Израиле два года. Вернувшись в свою Францию, он вернулся действительно уже евреем. С бородой, с Башокипой, с Сицид, с Пейсовой. Вернувшись, он заявил, что на этой девушке не женится. Если она была готова выйти замуж не евреем, такая ему не подходит. И не женился. Мы нередко видим, нередко видим, что те, кто состоят в паре с не евреем, оказались там не случайно. У многих из них есть действительно большой потенциал. потенциал быть настоящим истинным героем. Быть правным членом нашего народа. Но если этого не происходит, а никому это не обещано, и это может и не происходить, нужно знать, что такой брак, который был, иногда это заняло немало части жизни, это годы жизни, десяти-надцатилетия жизни, это было не напрасным фактом. Значит, какой-то тикун, какое-то исправление произошло, и какой-то потенциал святости, который в данном неевреи был, по подобию нашей Ифатор, который описывает в этом отрывке, вышел на свободу, благодаря ему, что находился в контакте с ивреем. для чего это нужно знать? Для того, чтобы понять простую вещь. В какой бы ситуации человек не оказался, и в какую бы дыру и грязь и тьму он бы не залез, нет места для отчаяния. Нет ситуации, когда делать нечего. Всевышний находится в любом месте, как говорит о нем Зор, нет места свободно от него, и в любом ситуации, в любой ситуации Всевышний с ним. И человек должен знать, если он не по своей вине оказался в данной ситуации, то это не случайно. Значит, Всевышний в итоге его туда послал, почему? Потому что его пребывание в данной ситуации имело место какое-то текун, какое-то исправление, какую-то важную работу, которую он поскольку его нельзя было послать сознательно, Всевышний его то послал в данную ситуацию, в данное место, в данное условие. Что бы с человека ни произошло, нет места для отчаяния. Из любой ситуации, если искать Всевышний, искренне желать быть близко с Ним, можно выиграться. Знаменитый праведник Ромой Шалей Писасова говорил так. любое самое грязное и мерзкое болото обязательно в конце концов высохнет. Самое главное здесь только не подливать туда свежей воды. Любое самое грязное болото обязательно высохнет. Нужно только не наливать туда свежую воду. Субтитры Продолжение следует...